МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа события в студии Екатерина Пенько. В Брянск с рабочим визитом приехал директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства России Роман Некрасов. На встрече с главой Брянского региона Александром Богомазом Роман Владимирович отметил, что Брянщин остается одним из лидеров в АПК. Расскажем вам о наших достижениях, о проблемах, которые не только у нас, а во всей стране существуют. На сегодня первый из них – это, конечно, минеральные удобрения, из которых невозможно дальнейшее производство. Круткороста еще и невозможно сегодня купить удобрения. Ну и, конечно, о тех сегодня наработках наших ученых, наработках наших всех воспроизводителей по производству различных культур. Это зерновые, это масляничные, это производство того же рапса, кукурузы, овощей и картофель. Нам есть чем гордиться, нам есть что показать. Я думаю, вам будет интересно услышать и о тех задачах, которые мы ставим, и о тех достижениях, которые мы ждем в этом году в нашем сельском хозяйстве. Состоялась коллегия Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Руководство страны дало очень высокую оценку о работе в Министерстве аграрии в стране. И, конечно, Брянская область с теми результатами, которые были достигнуты в прошлом году, является одним из лидеров российского агропромышленного комплекса. Нас радуют те достижения, которые имеют брянские аграрии и в растеневодстве, и в производстве животноводческой продукции. Переработка развивается. Поэтому мы увидим, что на территории выстроено грамотное, эффективное управление сельскохозяйственным производством. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции опять усложняется. Опасная тенденция наметилась в стране и в нашей области. Планируют ли брянцы делать прививку от коронавируса? Наша съемочная группа отправилась на улицы города и поинтересовалась, что жители думают о вакцинации. Да, мы готовимся всей семьей провакцинироваться обязательно. Были антитела, не вакцинировался. Сейчас задумываюсь об этом. А, ну то есть планируете все-таки вакцинации? Да, планирую, конечно. Только результат антитела получил. Выяснилось, что уже есть антитела. Обязательно, в первую очередь. У меня свекрова вакцинировалась, друзья вакцинируются. Это в первую очередь. Нет, я не вакцинировался, я переболел недавно. У меня еще титры антитела высокие. Вакцинация, она важна? Я считаю, что важна. Мне кажется, это необходимо. Мы же все делаем прививки от гриппа, от кори, от всего заболевания. Это новое заболевание, значит, и от него тоже нужно прививки делать. Да, безусловно, важно. Мне кажется, что да, то, что это не будет заражаемость. Нужно прививаться. Чем быстрее мы все привьемся, тем быстрее мы поедем на море, за границу и везде. И всем будет хорошо, и все будут здоровы. В Брянской области начали готовиться к третьей волне коронавируса. На фоне ухудшения эпид-обстановки в регионе, врачи в очередной раз призвали жителей сделать прививку от коронавируса. Тот коронавирус, который идет сейчас, он останется с нами практически пожизненно. То есть им будем болеть и мы, им будут болеть наши дети, внуки. И, в принципе, он никуда не денется. Сейчас, как мы видим, вводятся ограничительные мероприятия, связаны с тем, что опять идет рост. Как мы видим, на улице люди у нас несколько расслабились. Мы уже все чаще видим людей без масок и в маршрутках, и в общественном транспорте, даже в поликлиниках. Соответственно, человек является тем источником, через которого передается это заболевание. Большинство болеет бессимптомно. То есть зачастую человек может и не знать, что у него есть заболевание. Только у 20% возникает осложнение пневмонии. На момент начала пандемии у нас практически 100% восприимчивость к этому заболеванию. То есть, что это означает? Что у нас нет иммунной простройки, иммунной защиты. Это означает, что, в принципе, все население, которое у нас существует, оно переболеет этим заболеванием. Но мы можем это предотвратить. Для этого существует вакцинация. Данная вакцина дает защиту на 92%. То есть, да, не 100%, но, во-первых, она позволяет защититься 92% населения от заболевания. Для этого необходимо просто принять для себя правильное осознанное решение, обратиться в поликлинику по месту жительства, или у нас есть автобусы, в которых проводятся около торговых центров, вакцинация. Самое главное – это осознанный выбор. А все дальнейшее вам уже подскажет, сделает терапевт, который будет проводить обследование перед вакцинацией, который определится, какая вакцина вам нужна, какая лучше подойдет, и есть ли у вас противопоказания к этому или нет. В Брянске в этом году будет благоустроено 20 общественных и 124 дворовых территории. Выполнение проекта «Формирование комфортной городской среды» находится на постоянном контроле депутатов областной думы. Народные избранники провели выездное совещание и посетили строящиеся объекты и ремонтируемые общественные территории. Участники выездного заседания ознакомились с ходом работ по строительству защитной дамбы автомобильной дороги Брянск-1, Брянск-2. Осмотрели строительство моста через реки Снежить и Десна. Рабочие приступили к постройке переправы, которая заменит нынешний понтонный мост в районе набережной в центре города. Мы с вами уже увидели, какими темпами возводятся мосты в городе Брянске. То есть есть уникальный опыт. И мы услышали от подрядной организации, что в следующем году мост через реку Десна уже сдастся. Участники совещания обсудили выполнение национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году. На эти цели предусмотрено свыше 330 миллионов рублей. Планируется благоустроить 20 общественных и 124 дворовых территории. Хокинский район не забыт. И ведется где-то покраска, ведется, укладывается асфальт. В целом выездной комитет доволен, что на территории города Брянска иду строительные работы. Сезон начался. На выездном заседании заслушаны итоги выполнения работ по устранению недостатков автомобильных дорог и улиц по гарантии. Артемий Маркелов, Анатолий Чекрыгин. События. Брянск. В Брянске, в районе старого аэропорта, в рамках нацпроекта «Демография» продолжается строительство детского сада «Тюльпанчик». Садик очень востребован в этом микрорайоне. Те сады, которые уже имеются, это «Росинка» и «Гармония», они заполнены полностью и даже, можно сказать, переполнены на сегодняшний день. Строительство ведется очень активно, поэтому все и жители, и система образования очень ждет этого садика. В Фокинском районе города Брянска появится новый физкультурно-здоровительный комплекс. Его возводят на улице Новозыпковской для спортивной школы «Локомотив». Сдача объекта запланирована на октябрь этого года. И, судя по темпам строительства, подрядчик уложится в установленные сроки. Еще несколько месяцев назад, в октябре прошлого года, на этом месте стояло ветхое здание. А сегодня уже заметен масштаб нового сооружения. Это будет современное двухэтажное здание общей площадью почти полторы тысячи квадратных метров. Уже возведен каркас, готова большая часть стен, подведены коммуникации. Дом спорта у нас предусматривает два спортивных зала. Один игровой зал, это будет 36 на 18, и борцовский зал на два ковра. Руководство спортшколы возлагает на объект большие надежды. Он разгрузит имеющийся в распоряжении спортсменов ФОК на проспекте Московском. Там останутся взрослые, а на Новозыпковской будут заниматься спортивной борьбой дети, как минимум человек 300. Возможно, появится и секция гимнастики. Физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Новозыпковской возводится в рамках федеральной программы «Спорт. Норма жизни». Контролирует процесс региональное управление капитального строительства. Проектная стоимость объекта – 93 миллиона рублей, из которых более 10 миллионов пойдут на закупку оборудования. Не только для нового здания, но и для прилегающей территории. Здесь появятся беговые дорожки, крытый тренажерный комплекс и многофункциональная игровая площадка. Это баскетбол, волейбол, мини-футбол, большой теннис. Это все будет в одной площадке. С искусственным покрытием, с новейшими технологиями, с использованием. Благодаря решению управления физической культурой и спорта, я думаю, что мы приобретем очень серьезный комплекс. Все это будет доступно местным жителям. Николай Козлов уверен, что люди станут приходить сюда целыми семьями, с детьми, чтобы вместе заняться спортом на открытом воздухе. Планируется даже проведение ежедневной утренней зарядки для всех желающих. Ольга Макушникова, Сергей Дюков, События Брянск. В Брянской области продолжается призыв новобранцев на срочную военную службу. Очередная партия отправилась к месту прохождения службы с областного сборного пункта. В разгар весенней призывной кампании на сборных пунктах Брянской области предприняты беспрецедентные меры безопасности. Они вызваны необходимостью не допустить распространения коронавирусной инфекции среди новобранцев. Каждому призывнику вместе с воинской формой в обязательном порядке выдаются средства защиты, медицинские маски и резиновые перчатки. До отправки к месту службы сформированной группы содержится изолировано. В целом же, несмотря на осложненную эпид-ситуацию, призыв проходит согласно графику без существенных корректировок. Изъявил сам желание служить в армии. Попал в распределение в Калининград. Сначала предварительно в Москву должны были отправить 24 числа. Военную службу нынешние новобранцы будут проходить на флоте, в ВДВ, в сухопутных, железнодорожных и ракетных войсках. Александр Новиков, Алексей Рязанцев. События. Брянск. В первые дни летних каникул произошло несколько несчастных случаев с детьми. В Сельцо во время купания подростков случилась трагедия. В критические моменты рядом с попавшими в беду детьми не было взрослых. К сожалению, кривая детского травматизма с наступлением летних каникул неуклонно идет вверх. В июне в районах области уже есть случай выпадения маленьких детей из открытых окон. Малыши были травмированы. Напоминаем родителям, нельзя оставлять детей одних, ставить стулья перед открытыми окнами. Необходимо устанавливать специальные фиксаторы. Особое внимание безопасности на воде. Летний период у нас начался с гибели подростка на воде. Поэтому призываю, уважаемые родители, несмотря на возраст своего ребенка, ни в коем случае не позволяйте ему быть на водоемах без присмотра взрослых. Учите детей к культуре безопасного поведения и соблюдать элементарные правила предосторожности. Относиться к своей жизни бережно, потому что она у каждого одна. Родителям необходимо знать о планах ребенка на день во время летних каникул. Советуют периодически звонить оставшимся дома подросткам или писать в мессенджерах. Так можно предупредить опасные ситуации. Наталья Бутник, Александр Жучков, События Брянск. Благотворительный фонд «Ванечка» на протяжении долгих лет активно работает на территории Брянской области по оказанию социальной и адресной помощи. На этот раз представители фонда посетили мальчика, страдающего мышечной дистрофией. Как всегда, фонд «Ванечка» приехал не с пустыми руками. 15-летний Никита Сычиков тяжело страдает от прогрессирующей мышечной дистрофии. Никита из-за болезни утратил способность ходить еще в 2019 году. Фонд «Ванечка» приехал в гости к Никите с подарками. Пообщавшись с Никитой, мы поняли, что он абсолютно немобилен и большая проблема с выходом на улицу и просто погулять, подышать. Поэтому на себя как фонд мы взяли эту ответственность обеспечить ребенка инвалидным креслом-коляской с электроприводом. Из-за своей болезни у Никиты пропало желание учиться и теряется надежда на выздоровление. Поддержать мальчика и его семью решили артисты Брянского государственного цирка. Богдан Самаров, юный жонглер, не просто показал свои номера, но и по-дружески общался с мальчиком. Все это было специально подобрано для того, чтобы немножечко дать стимул ребенку и показать, что даже если он является ребенком с ограниченной возможностью, то жизнь не заканчивается. Она продолжается и за каждый момент жизни необходимо бороться. Ярослав Запашный, в свою очередь, показал Никите своих четырехлапых артистов, но по видеосвязи. Сейчас мы тебе покажем красивых котяток. Смотри. Котятки мы уже видели красивых. Смотри какие. Семья Никиты сейчас переживает непростой период. Поэтому внимание со стороны фонда очень важно для них. Спасибо всем огромное за вашу помощь, что к нашему Никите приехали гости, повеселили его. И девочку мою все увидела тоже Алена, как жонглировали тут. Директор фонда Ирина Цыганкова к каждому из своих подопечных относится как к своему ребенку. Теперь и Никита может всегда рассчитывать на поддержку фонда «Ванечка». Ты идешь обучаться, и я найду, кто мне поможет тебе приобрести вот этот дорогущий какой-то крутой планшет. Екатерина Пенько, Игорь Винничук. События Клетня. Брянский государственный цирк обзавелся полосатым потомством. Две тигрицы-дрессировщика Ярослава Запашного стали мамами два месяца назад. Четверых котят впервые вывели в мир на большую арену, знакомятся с журналистами. Репортаж Татьяны Жуковой. Такой приплод в брянском цирке впервые. Тея, Флора, Габи и Майя, как послушные котята, совершенно не стремятся выскочить из корзины и убежать. Во всем слушаются своего хозяина, дрессировщика из знаменитой династии Запашных Ярослава. Подход с самого детства, подход с поколения в поколение передается, как правильно ухаживать. Не зря же видите, что тигрята кушают, тигрята живут с мамой. Это уже о чем-то говорит, что значит созданы условия те, в которых мать вскармливает детей. Мохнатые красавицы пока еще застенчиво красуются перед гостями. Не привыкли к такому количеству людей и фотоаппаратов. Признают только Ярослава. Они доверяют тем людям, которые с ними находятся с детства. Сейчас наша профессия дрессировщик. Это тот же самый воспитатель. Не надо путать с укротителем. Укротитель это тот, кто укращает уже взрослое животное, заставляет его повиноваться. А дрессировщик это именно воспитание самого малого возраста. Так сказать, даже с рождения. Но не с самого рождения, конечно, до месяца к ним никто не будет заходить, никто их не будет трогать. А уже с месяца мы начинаем потихонечку, не отлучая от матери, заходить и проявлять контакт. Самая маленькая кошечка – это Майя. Ей всего лишь один месяц. Она самая крошечная здесь. Ее как раз выкармливает не ее родная мама, а выкармливает маму вот этих троих котят. Ну вот, как видите, подход можно найти даже к тигренку. Родители тигрят – животные с хорошими качествами для дрессировки. Тигрица Джина – кровная мама троих малышек. Тея, Флоры и Габи – действующая артистка цирка. Малышку Майю родила тигрица Эра. К слову, родная сестра Джины – настоящее индийское кино. Для Джины Майя уже как родная. Семья приняла младшую сестру, и теперь они не разлей вода. Это великая радость. Тигры очень редко рождаются в неволе. Мы холим, лелеем, любим наших дорогих котяток и их родителей. Специально для них построили увеличенный вольер, чтобы они себя вольежно чувствовали. У тигрицы, которая кормящая мать, у нее увеличенное питание. Мы очень жестко отбираем говядину, свинину, также курицу, яйца, молоко. У них повышенный рацион. Тигрята не так давно начали кушать говядину. По всем канонам, звери, которые появились на свет на свободе, живут в среднем до 15 лет. А в цирке при хорошем уходе до четверти века. Ведь тут их хорошо кормят, с ними играют, гладят животики и укладывают спать. Все как с маленькими детьми, а подрастут будет и паспорт, в котором черным по белому место рождения – город Брянск. Брянский государственный цирк. Татьяна Жукова, Анатолий Чикрыгин. События. Брянск. И это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.